День, вечер, не знаю. В общем, не буду много говорить. Напомню, что сегодняшнее событие проходит в рамках лектории по философии. Не столько философии кино, сколько философии через кино или в связи с кино. И сегодняшнее выступление принадлежит Борису Клюшнику, на лектору нашему, который не раз уже философ и теоретик искусства, который не раз выступал в других лекториях здесь в Новой Голландии. И, в общем, с удовольствием передам ему слово, чтобы он уже, собственно, от первого лица рассказал о чем пойдет сегодня. Здравствуйте. Спасибо большое. Я снова рад быть здесь. Спасибо большое за приглашение. И за возможность представить свои размышления. Вообще, я всегда, когда приезжаю, я действительно читаю лекцию. Это вот мой формат такой, который я часто использую. Но сейчас я решил немножко трансформироваться. Я буду зачитывать куски фрагментов и комментировать куски своих фрагментов. И рисовать какие-то штуки. Я не знаю, насколько это будет удобно слушать, но посмотрим. Потому что я решил усложнить, собственно, свой разговор. И чтобы он был как-то понятен, я вот решил выбрать такую схему сегодняшнего взаимодействия. Ну а потом, соответственно, я думаю, вопросы можно и обсуждение вот моего такого доклада. Я хочу начать вот с высказывания о том, что кино вообще интересует философию в первую очередь потому, что в кино реализуется парадоксальная связка. И вообще там, где существует некая парадоксальная связка, там и рождается интерес к философии. Без вот этой парадоксальной связки мы не можем увлечься каким-либо предметом в принципе. Ну и я могу говорить о некоторой парадоксальной связке, потому что я занимаюсь теорией современного искусства. И это тоже парадоксальная связка. То есть как искусство, как что-то, что подразумевается вечным или аристократическим изначально, может быть современным или быть связанным с чем-то мимолетным, чем-то таким, что отражает современность. И кино тоже внутри себя несет очень важный парадокс. И исторически этот парадокс связан с тем, что век 20-й — это век авангардов. И любое искусство оправдывается и оправдывает себя через проход фазы авангарда. Например, живопись проходит через фазу авангарда с большими потерями, как вы знаете, да? И практически ничего не остается от института живописи, когда она проходит через фазу авангарда. Музыка в лице Шонберга тоже проходит через фазу авангарда. И перерождается в состояние популярной музыки или современной музыки. Это тоже некоторая, кто-то говорит, реакция на авангардное состояние, кто-то говорит, некоторое продолжение и перерождение авангардного состояния. Мы можем сказать, что поэзия существует только в авангардном состоянии в 20-м веке. И 20-й век – это век прохода через разлом некоторый, авангардный разлом. Но помимо существования авангардного искусства, мы были свидетелем возникновения того, что мы можем охарактеризовать как массовое искусство. И это нечто иное, это другое состояние, нежели авангардное состояние. Массовое искусство и кино действительно являются массовым искусством, возможно, единственным, единственно возможным массовым искусством. И под массовым искусством здесь я, в принципе, имею в виду очень простую вещь. Это возможность быть увиденным и возможность быть воспринятым огромными количествами людей и быть любимым, это возможность быть любимым огромным количеством людей. То есть у кино есть способность быть любимым огромным количеством людей. И, соответственно, на самом деле кино является единственным, возможно, массовым искусством. И это вот это высказывание, с которого я хочу сегодня начать размышления о кинематографе. И парадокс вскрывается как раз в этом высказывании. Массовое искусство. И если мы посмотрим на кино, то мы увидим, что в кино устанавливаются невозможные отношения между двумя различными полюсами. Если говорить о фильме, как некоторые инстанции, то там совпадает тотальная искусственность, тотальная сделанность. Потому что фильм представляет собой некоторую тотальную сделанность. И, с другой стороны, тотальную реальность. Потому что все, что ты видишь в фильме, на самом деле исходит из некоторой реальности, которая схвачена киноаппаратурой, которая представляется в некоторой вот такой тотальности. И вот этот разрыв или одновременность тотальной искусственности и тотальной реальности, он также означает некоторый тотальный разрыв между аристократичностью, некоторой тотальной аристократичностью и тотальной демократией. Напряжение между тотальной аристократией и тотальной демократией. И между изобретением, между инновационными какими-то методами художественными и чем-то повседневным, чем-то более знакомым, то есть тоже возникают парадоксальные отношения. И между некоторой новизной, которую мы еще не смогли встроить в повседневность, и общим вкусом, вкусом масс, который уже отработан, уже он является, собственно, всегда присутствующим. И получается, что первый такой парадокс мы берем из высказывания о том, что кино является массовым искусством. Потому что на самом деле никакое искусство изначально не может быть массовым. То есть искусство по определению, и это не оценочное суждение какое-то, в этом нет моих оценок, является изначально искусством аристократическим. Что я имею в виду? Я имею в виду ситуацию, которая исходит из ситуации постоянного очищения и постоянного прояснения. Например, наша модерность, начало XX века, установила для искусства то, что мы называем высокий модернизм, принцип высокого модернизма, который означает для искусства постоянное прояснение собственных материальных оснований производства. Что такое живопись, как живопись, что такое скульптура, как скульптура. Это постоянное некоторое очищение и постоянное отделение от того, чем искусство не является. И вот эта сама по себе процедура очищения является аристократической в каком смысле? В том смысле, что для того, чтобы ты понял искусство, тебе нужно знать традицию искусства, традицию очищения, традицию того, что раньше понималось под картиной, как картина проходит через вот эти периоды, самопонимание, и ты должен понимать, как именно, каким языком пользуется художник, чтобы картину перед нами выставить. То есть это порог некоторых вхождений, довольно высокий. То есть в этом заключается аристократизм. Второй принцип – это, собственно, вот этот принцип постоянного прояснения, постоянного очищения, который тоже аристократический по своей сути, вот это вот постоянное «О, лишь бы не запачкаться», то есть ты сидишь в замке, «О, нет, никакого сюжета не должно быть, никакого образа в искусстве не должно быть». Вот этот модернизм, который боится выйти за собственные границы и устанавливает очень жесткий аскетический идеал современности. И он, соответственно, исходит из одной очень интересной процедуры, чтобы понять которую, нужно понять основание искусства. Дело в том, что Институт искусства возникает одновременно, приблизительно, об этом пишет куратор Ансельм Франке, одновременно с лабораторией, физической лабораторией. Что такое лаборатория? Лаборатория, исследовательская лаборатория, это фактически симуляция внешнего мира, физических законов внешнего мира внутри белого пространства эксперимента. И, соответственно, роль эксперимента в физике заключается в реанимации, реанимейшн, да, вы двигаете снова законы природы, которые вы увидели вне лаборатории, да, вот эта вот реанимация. Но лаборатория искусства, которая возникает одновременно с лабораторией физической, преследует совершенно другую цель. Это деанимация, то есть лишение души и лишение движения, да. Задача искусства заключается в том, чтобы взять объект из повседневного мира, из повседневного мира королей, аристократов, и остановить его, лишить его того мира, в котором он находился, собственно. И в каком-то смысле препарировать вот в таком обездвиженном духе. И отсюда исходит вот эта практика очищения. Ты можешь познавать вот эту чистоту медиума, да, чистоту средств выражения, потому что у тебя есть пространство такого белого куба, где ты, тоже вот белый куб, тоже такое, это башня из слоновой кости, да, это все-таки аристократические образы замкнутости, где ты можешь распускать этот мир на разные веревочки и воссоздавать его в некотором смысле заново, да. И получается, что искусство на самом деле никогда не становится массовым, оно всегда находится в какой-то аристократической ситуации. И второе, что нам необходимо определить здесь пока что для начала, это что значит, собственно, массы, да. Кто такие тогда массы? Если искусство – это нечто аристократическое, да, то как мы тогда можем понимать массы? И моя главная мысль сегодня может быть выражена так, да, то есть главная проблема выражена так, что на самом деле эстетика является демократией, да. Главная проблема эстетического на самом деле лежит в демократии. В этом высказывании важно определить соотношение эстетики и демократии. Демократия здесь понимается как некоторая политическая ситуация, да. Чтобы отделить эстетику и демократию и понять, как они взаимодействуют здесь, чтобы, соответственно, ответить на то, как кино может быть массовым искусством, необходимо сделать две дисквалификации. То есть необходимо понять, что мы не имеем в виду под соотношением эстетического и политического. И почему мы это не имеем в виду? Значит, первое. Я не хочу, чтобы у вас возникло в голове привычное разделение на эстетику и политику, в которой существует эстетизация политики и политизация эстетики по Вальтеру Беннимену, да. Потому как различие, описанное Беннименом, исходит из уже хорошо установленных и идеологически воспринятых границ между политикой и эстетикой. Я же хочу начать с того, что сами эти границы, существование границ между эстетикой и политикой, с конца XVIII века принципиально не решены. Эти вещи принципиально перепутаны с самого начала, с Александра Баумгартена, с XVIII века. То есть задачи эстетического не так ясны, как мы можем это прочитать даже в тексте Вальтера Беннимена. Более того, я буду настаивать, что сама возможность современного искусства, как своего рода парадоксального неаристократического проекта искусства, зависит и исходит из того, что главной проблемой эстетики является именно демократия. То есть эстетика, понятая как демократическая проблема, позволяет нам говорить об целом институте современного искусства. Это первая дисквалификация. Сейчас я ее попытаюсь нарисовать. Вторая дисквалификация. Существует большое количество теорий представительства, которые говорят о роли репрезентации в искусстве, как о политическом феномене, о том, что вот у нас искусство – это такая зона, где люди могут быть представлены. Например, очень часто такие книжки «Никурбе», «Похороны Варнане» постоянно репродуцируют, о том, как люди могут быть представлены на картине или в искусстве. Эти теории также исходят из идеи удвоения искусства как отражения или выражения, где выставочный зал как отдельное место выражает через моделирование проблемы внешнего мира. Для существования таких теорий тоже необходима изначальность границы между искусством и его внешним. Тогда, как я хочу показать, что опыт искусства начинается с неразличения, незамечания как раз границы между искусством и неискусством. Это как раз и делает возможность проект неаристократического искусства, то есть искусство, которое не различает между башней слоновой кости себя и внешнего мира. Иными словами, здесь необходима не казуальность выражения, а радикальная имманентность искусства с его эффектами. Что это значит? Это значит, что мы должны на самом деле отказаться от повседневного нашего представления в духе эстетики Гегеля, где есть что-то внутреннее, что выражает внешнее через вот такой переход изнутри наружу, изнутри наружу. И, соответственно, в политическом смысле это значит, что мы тоже должны отказаться от вот этого странного удвоения, что искусство выражает, например, людей, что искусство отражает политический процесс. Или художник, как это в повседневности можно прокомментировать, что художник комментирует какие-то политические события, дает им место в своем искусстве. Соответственно, если вы имели опыт столкновения с современным искусством, хоть на каком-то уровне, вы знаете, что это не совсем происходит таким образом, не через вот это удвоение, не через репрезентацию. Я считаю, что суть современного искусства можно описать как пересадку корней, или rerouting, когда искусство перестает черпать свои методы из одной интерпретации модерности, которую я описал как аристократическая интерпретация модерности, где под «modern art» имеется в виду постоянное очищение собственных оснований, медиальных оснований, и меняет традицию понимания модерности на альтернативную, на другую. Представьте себе цветочек, который пересадили из одного горшка в другой, и сначала он выглядит так же, как раньше, но так как почва, которая стала его теперь питать, другая, он необходимым образом видоизменяется. То есть у искусства поменялись в 90-е годы некоторые основания, и оно еще вроде как напоминает то, чем оно было в 60-е, в 70-е годы, но на самом деле оно уже несет на себе печать вот этого пересадки, rerouting. И что это за rerouting такой? Сначала искусство было привязано к этой аристократической самопониманию внутри «White Cube», но в 90-е годы мы с вами видим очень интересный феномен, если вы увлекаетесь современным искусством, вы, наверное, это знаете, что белый куб заменился «black box», то есть все больше и больше в выставочных пространствах стали показывать фильмов, стали звучать голоса, то есть фактически объект и вот эта ситуация выделенности объекта изменяется движущимся образом, который возвращается в искусстве. и в частности документа, который курировал «Оквий Инвейзер», она показывает некоторый новый институт искусства, который организован не вокруг картины как объекта, не вокруг инсталляции как объекта, а вокруг фильма в самом общем смысле слова, то есть не вокруг даже модернизма, модернистского понимания визуального искусства, а вокруг кино как массового как раз искусства. То есть происходит некоторое изменение логики, логики, из которой исходит само искусство, и кино здесь имеет принципиальные основания. Поэтому я, собственно, интересуюсь кино, потому что фактически кино для современного искусства дает новое понимание модерности, новое понимание XX века, на базе которого как раз находится проект, весь проект Contemporary Art. И сейчас я заранее извинюсь, потому что это может быть непривычно, но я хочу нарисовать вот эту проблему теперь значит как-то объемно. значит проблема заключается в том, что вот очень плохо все, но я не вижу курсора. Но представим, что вот у нас есть кружок, и это кружок моего высказывания о взаимоотношении эстетики, это вот эстетика, а это демократия, политика. Политика. И в некоторой изначальной, в изначальном повседневном понимании мы мыслим их отдельными, видите, два понятия отделены друг от друга. Причем эстетика понимается еще и разным способом. В эстетике есть еще одна часть, которая называется искусство. Как вы знаете, не только искусство входит в ведение эстетики, но и природа, скажем, да, то есть много феноменов. Но внутри эстетики есть философия искусства, да, внутри классической эстетики есть, помимо прочего, искусство как часть эстетической проблематики. И получается эстетика сама еще расколота надвое, и искусство выступает частью эстетической проблематики. Но внутри искусства есть еще одно, поэтому я решил все это рисовать, есть еще одно разделение, вот, может быть, мы как-то вот так выделим это все. Вот, еще одно разделение, это кино. Кино. Потому что искусство базируется на первичном развлечении искусства-неискусства, да, вот как на такой аристократической процедуре. И есть кино, которое само непонятно, является оно искусством или не является. То есть одной своей частью кино все-таки оказывается понятым как искусство, а с другой стороны у искусства, у кино есть что-то, что не может стать вот этим высоким модернизмом. А именно связь с культурой развлечений, которой эта часть всегда была основной проблемой для 20 века, скажем, для теоретиков кино, да, и для художественных критиков, например, считалось, что кино не может принципиальным образом обратиться к критике собственных средств производства, потому что оно завязано на вот эти вот отношения культурной индустрии, на развлечения и на ну такой вот комплекс, да, индустриальный комплекс развлекательный. И получается, что вот как мы изначально по привычке видим этот конфликт. И что я хочу сделать? Я хочу показать, что на самом деле существует зона неразличимости, да, вот я ее закрашу таким штришком, существует зона неразличимости изначальная, где эстетика не отличается от политики, где этих границ еще нет, где эти границы еще не проведены и они еще не стали чем-то само собой разумеющимся и чем-то повседневным. Я хочу выделить отдельно эту зону неразличимости, представить ее в некоторых понятиях и переопределить искусство как часть эстетического, а затем и кино уже с учетом этой представленной мной неразличимости. Понятно? То есть мы забываем вот этот круг и берем только штриховку, которая совмещает два противоположных как нам кажется понятия и смотрим в чем они на самом деле едины. И исходя из этого у нас перестраивается отношение между эстетикой и искусством, между искусством и кино и между собственно кино и политическим, между кино и собственно демократией. Как собственно я говорил в анонсе и в начале лекции. и что является вот этой зоной, первоначальной зоной, которая делает эстетику и политику неразличимой. Я хочу обратиться сейчас к тексту, который был найден в столе Гегеля, и это текст 1796 года, который называется «Набросок к программе системы немецкого идеализма». Я хочу вот на некоторые вопросы заострить ваше внимание, вот о чем здесь идет речь. Надо сказать, что этот текст интересен тем, что он предлагает первую теорию отмирания государства. Там говорится, что государство скоро станет ненужным, и затем эта идея будет очень важна в дальнейшем, в XIX веке. Текст написан в Баре, то есть Шеллингом, Гельдерлином и Гегелем, и там дается как раз интересное понимание эстетического. В последнее время мы часто слышим, что большой толпе нужна чувственная религия. Большой толпе и в другом переводе массы как раз, что массам нужна чувственная религия. Но не только в большой толпе, но и философу она нужна. Монотеизм разума и сердца, политеизм воображения и искусства. Вот чего мы жаждем. Сперва я буду говорить здесь об одной идее, которая, насколько я знаю, еще не приходила на ум ни одному человеку. Нам нужна новая мифология, но эта мифология должна находиться на службе идей. Это должна быть мифология разума. пока мы не сделаем идеи эстетическими, пока мы не сделаем идеи эстетическими, то есть мифологическими идеями, они не будут интересовать людей. И напротив, пока мифология не станет разумной, ее будет стыдиться философ. То есть мифология должна стать разумной, а разум должен быть мифологическим. Просвещенные и непросвещенные должны протянуть друг другу руки. «Мифология должна стать философской, а народ – разумным. Философия должна стать мифологической, а философы – чувственными. Тогда воцарится вечное единство между нами. Больше никакого слепого преклонения народа перед своими мудрецами и жрецами, ибо сперва ожидает нас равенство всех сил каждого и всех индивидов. Никакая сила больше не будет подавлена. Тогда воцарится всеобщая свобода и равенство духов. Высший дух, посланный небом, должен установить у нас эту новую религию, и это будет последней большой работой человечества». То есть видите, что в баре их посетила такая масштабная идея. Но здесь принципиально важно следующее, что эстетика здесь мыслится как некоторая попытка выйти к равенству между элитами и массами. То есть главная идея, которая здесь проводится, это неравенство между элитами, или в данном случае мудрецами, то есть теми, кто имеет философскую подготовку, теми, кто живет в мире идей, с одной стороны, и с другой стороны людьми, которые не имеют, понятное дело, подобного рода подготовки. И оказывается, что, как мы можем переформатировать эту проблему, что философы отделены от людей, элиты отделены от людей, а люди обладают чувственным, но они лишены понимания этого чувственного. И, соответственно, необходимо образовать зону, где они могут встретиться, где вот это разделение будет преодолено, и это разделение и зовется здесь, собственно, эстетическим, или в терминологии Шеллинга, это терминология именно Шеллинга, мифологическим. И, соответственно, мы можем сказать, что эстетический проект с самого начала является преодолением неравенства, попыткой преодолеть неравенство за счет существования чувственного мира. И здесь я хочу привести эстетический фрагмент Александра Баумгартена середины XVIII века, где он пишет что-то, что как раз потом к этим размышлениям приведет. Важнейшее практическое приложение искусственной эстетики, существующее наряду с натуральной, то есть эстетика искусства и эстетика природы имеется в виду, первое, доставлять хороший материал для наук, постигаемых преимущественно интеллектом, второе, приноравлять научно познанное к любому пониманию, то есть демократический принцип ясности, чтобы любой понял то, что вырабатывается в науке, третье, расширять усовершенствование познания за пределы отчетливо нами постигаемого, да, и четвертое, снабжать хорошими принципами все более утонченные занятия и свободное искусство. И в итоге это должно привести в общежитии. В случае прочих равных это должно дать преимущество при совершении любых общественных дел. То есть здесь мы тоже видим, что эстетика изначально, да, она не понимается как разница между искусством и политикой, она понимается как зона, где это разделение невозможно по преимуществу и где возможна вот эта встреча между элитами, да, как они тогда были сформулированы, и, собственно, массами. И получается, что в основе эстетического лежит вот эта способность материальная. И такой философ и марксистский литературовед Терри Игглтон говорит, что когда мы читаем слово эстетическое, мы на самом деле всегда должны читать телесное, да, то есть тело и материя всегда имеются в виду под эстетическим. И получается, что вот этой зоной штриха является проблема материальности и проблема телесности во всеобщем существовании, да. То есть что объединяет эстетику и политику изначально, это некоторая возможность эстетики быть чувственной и быть материальной, но при этом быть разумной, да, то есть представлять некоторую рациональность самого тела, да, и быть телесной и материальной. Терри Иглтон говорит о том, что Александр Баумгартен, да, и вот первые эстетики, что они на самом деле хотят сделать? Они хотят на самом деле контролировать культуру тела. Они хотят говорить о том, что вот то, что мы считали чувственным, что было непонятно, материя, да, которая была не просвечена разумом, да, в нем, в этом темном месте, и, соответственно, массы там же, да, вот какие-то непонятные люди, да, которые резко появились, как будто бы, как писали в XIX веке, как будто бы из-под земли. Александр Баумгартен предлагает на самом деле контролировать материю и контролировать массы, исходя из принципа эстетического, да, и Терри Иглтон говорит, что эстетика всегда была политической через понятие гегемонии, то есть над телом реализуется постоянная гегемония, да, постоянное повторение определенных идей и определенное управление, да, то есть мы учим обхождению с чувственным миром, мы учимся постоянному повторению каких-то процедур, связанных с нашей материальностью, да, и, соответственно, проблема тела и разрыва между телесностью и идеей, которые преодолеваются в эстетике, также, как я хочу вам показать, является главной проблемой демократии, да, то есть демократия содержит тот же разрыв между языком, с одной стороны, или голосом, например, в политическом смысле, и телом, с другой стороны. Проблема демократии действительно заключается в том, что те, кто, те все, да, вот этот народ, который должен быть представлен, он всегда телесно является либо меньше, чем нужно, либо больше, чем нужно, то есть его всегда либо больше, чем та форма, которая предполагается для него, либо он пришел в меньшем количестве телесно, материально, чем нужно. Ну вот приведу пример, например, выборы, да, вот, которые через урны организованы, да, где мы говорим, что все выбирают там, все голосуют, все выбирают президента, но на самом деле голосуют не все, как вы понимаете, а тот, кто телесно пришел к урне и отдал свой голос, да. Получается, что только те, кто физически пришел и отдал свой голос, заступают на место всех. И получается, то, что было меньше, чем определенная форма, становится всем. И когда возникает ситуация уличной демократии, да, когда люди выходят с недовольством на улицы, их, оказывается, телесно больше, да, чем их можно представить. Это главная проблема протестов, там, 2012 года, Occupy, да, что людей так много и недовольства так много, что оно не может быть выражено в определенной форме. То есть оказывается, что проблема такая, что тех, кто пришел, их как бы больше, чем та форма, которая может их принять. И оказывается, что демократия, в сердцевине демократии лежит, опять же, парадокс, что она не может быть никогда реализована, потому что людей либо мало, либо слишком много, либо их слишком мало, и меньшинство берет на себя право говорить за всех, да, либо их, наоборот, слишком много и нету, и что рушит, собственно, рамку определенного представительства. И мы можем сказать, ну, как делают многие противники демократии, да, что, ну, вот все, значит, как бы и не надо, да, значит, не работает там, значит, эта поломка, она изначально, и с ней ничего не сделаешь. Но на самом деле именно вот эта неадекватность, да, какая-то, которая лежит в основе демократии, она является запуском, вот эта неразличимость форматов, она является запуском очень важных политических процессов, которые я называю вот масштабированием, или которые я называю скейлинг, да, что все время существует вот эта репрезентация, которая должна либо расширяться, либо сужаться, да, все время кто-то не представлен, все время кто-то не попадает, да, и это не попадание, что очень важно, я повторю, базируется на разделении между языками и телами, да, что ты можешь галочку поставить, но физически, да, кто-то не пришел, да, то есть есть вот этот разрыв между идеей как раз и телом людей, и демократия сама по себе, как власть народа, да, как власть большинства, на самом деле все время базируется вокруг непонимания того, что такое это большинство, да, и вот эта неадекватность в некотором смысле, она связана как раз с вопросом кино о том, искусство это или нет, да, то есть у нас есть вот эта вот связь искусства с кино, и я хочу ответить на этот вопрос таким же образом, как и с демократией. Кино – это парадоксальное искусство, которое базируется на том, что оно либо меньше, чем искусство, да, либо больше, чем искусство, то есть кино всегда не попадает в искусство, да, потому что кино всегда больше искусства, или в других ситуациях всегда становится, всегда оказывается меньше, чем-то меньшим, чем искусство. И внутри проблемы кино лежит та же проблема, что и с демократией – принципиальная неадекватность, принципиальная неспособность настроить эту статичную репрезентацию, которая всегда дана у аристократического искусства. Аристократическое искусство всегда соответствует, ну, не буду говорить всегда, но по большей части оно базируется на вот этих деанимированных формах картины, там, объекта, инсталляции, которые всегда более-менее равны себе. И получается, что в кино есть вот эта вот тоже перемена скейлинга, да, перемена масштабирования. И почему кино является всегда чем-то большим, чем искусство? Потому что оно является, ну, оно связано с первоначальной, антологической избыточностью событий, да. То есть на самом деле, когда камера настраивается на повседневность, или когда что-то снимается, это всегда уже дано. Обратите внимание, что живописец, скульптор, кто угодно, исходит из первичности белого листа, да, то есть даже писатель. Ты садишься перед чем-то белым, и у тебя изначально негация, то есть изначально ничто. И ты в этом ничто должен воссоздать что-то, и отсюда идет вот это удвоение. Но когда ты снимаешь, да, то есть когда ты занимаешься съемкой, когда ты решаешь, изначально мир уже происходит, да, то есть изначально именно эта избыточность. И роль режиссера, вот мне нравится Крис Маркер, да, который показал, что на самом деле принципиально, вот его фамилия означает фактически текстовыделитель, да, что текст всегда уже есть, а роль режиссера в том, чтобы выделить этот текст. То есть роль режиссера и кино, да, оно всегда указывает на самом деле на то, что мир избыточен. Видите, мир как бы не в лес, да, в любую... Когда вы смотрите любую, любой фильм, вы на самом деле знаете, что мир туда не поместился. И режиссер все время показывает, что вот есть что-то, что превышает этот фильм, и благодаря этому как раз фильм и может состояться. То есть есть что-то большее, такая вот как раз тотальная реальность, которая всегда больше, чем кино. И с другой стороны, кино всегда что-то является чем-то бросовым, чем-то повседневным, чем-то, можно сказать, даже дурацким, да. Вот есть мой любимый текст Роберта Смитсона «Новые монументы и энтропия», он называется, где он говорит о нового типа художниках. Он говорит, что эти художники не должны ничего читать, они не должны смотреть умные фильмы, они должны просто ходить в кинотеатр на дурацкие фильмы и просиживать там штаны, да. То есть нужно просто ходить на дурацкие фильмы, и тогда вы станете хорошим художником, да. Он еще говорит очень интересно про Доналда Джада. Он говорит, что Доналд Джад ничего не читает, он просматривает, да. То есть вот этот важный режим, когда ты просто флайеры собираешь, а Доналд Джад собирал флайеры такие, которые тогда появились, и он просто коллекционировал вот эти всякие по миру летающие вот эти бумажки, да. И у кино есть вот этот вот странный формат пустой траты времени, когда нечего делать, ты идешь в кинотеатр на какой-то дурацкий фильм, да, и, собственно, ты не можешь попасть, кстати говоря, на дурацкую выставку в Эрмитаж, да. Почему? Потому что нету как бы дурацкой выставки, которая тебе покажет Эрмитаж. То есть если кто-то попал в музей, то это великое искусство. Все, вопросов нет. Я вот, будучи искусствоведом, я могу сказать, что я не знаю, что такое плохое искусство, потому что до искусствоведов это не доходит, да. То есть очень сложно сформулировать принципы плохого искусства, потому что вы никогда его не видели, потому что искусство вас учит самым топовым образцам. Но если вы вспомните первый фильм, на который вы пришли когда-либо, да, или вот первый фильм, который вы увидели, вы можете увидеть самый дурацкий фильм, да, то есть любовь к кино, она может, вообще любовь к фильму, да, к вот этому времяпрепровождению, она может начаться с самых дурацких примеров, да, то есть фильмы с Адамом Сэндлером, там еще что-то, да. То есть порог вхождения, и, кстати говоря, почему кино тоже является массовым, потому что я не могу себе представить человека, который говорит, я никогда не смотрел фильм, то есть я никогда не видел кино, мне это неинтересно. Ну, то есть я не могу себе представить такой человек. Но, с другой стороны, я могу себе спокойно представить, как человек живет без искусства всю жизнь и нормально. То есть я таких знаю людей. То есть они не ходили в музей, ничего у них не поменялось принципиально. Но все смотрят фильмы, да. Что это значит? Это значит, что искусство, вернее, кино – это такое искусство, которое не боится быть чем-то абсолютно развлекательным, да. То есть в самых лучших образцах киноискусства содержится та же связь с развлечением, что и в самых развлекательных каких-то голливудских фильмах, да. То есть это и то, и то кино. И на самом деле вот это неразвлечение между развлечением и чем-то серьезным и делает кино чрезвычайно важным таким оператором внутри этой криво нарисованной, да, вот схемы. То есть кино исходит из избыточности мира, и поэтому оно всегда меньше, чем этот мир, да. И, с другой стороны, оно всегда что-то… Никто к кино серьезно не может отнестись никогда, потому что ты смотришь какой-то дурацкий фильм, и это тоже кино, и тебе нужно как-то с этим иметь дело. То есть кино все время меньше, чем искусство. Но если мы посмотрим на традицию XX века, на модернизм, да, то мы увидим интересную такую вещь, что это искусствоведы будут вам говорить, что для искусства важна вот такая чистота медиума и так далее. И на самом деле, говорят, они это не так давно. Но если вы посмотрите, кто… Теофиль Готье именно, да, который разработал вот эту систему искусства для искусства, он вдохновлялся именно развлекательными театральными постановками. То есть изначально вот эта схема чистого искусства – это схема чистого развлечения, которая дает чистое удовольствие и чистое движение, да. То есть изначально под модернизмом, да, и, собственно, все восхищения… Чарли Чаплин, да, был главным героем XX века, именно потому что он неразрывно был связан с вот этим движением и комедией, и некоторым развлечением, да. И это некоторые совершенно другие основания модернизма, которые как раз построены на том, что ты не делаешь разницы между серьезным искусством и развлечением. И кино, я повторю, это такое искусство, которое способно удалить эту разницу между развлечением и серьезным занятием. И, соответственно, мы видим, что и в вопросе демократии, и в вопросе кино разыгрывается проблема схожим образом. Это не одна и та же проблема, но она разыгрывается по аналогии. Это проблема непопадания в масштаб, и проблема самого масштабирования, да. И вот эта проблема плавающего масштабирования делает возможным то, что кино может содержать в себе демократический импульс. То есть кино именно за счет своей институциональной вот этой процедуры, да, как оно устроено, с какими проблемами оно связано, оно может быть тем, что Ален Бадью, да, философ Ален Бадью, называет демократической эмблемой, да. То есть кино не просто говорит нам о демократии, да, вот типа фильм о демократии, или там фильм о тех, кто не представлен, да, или по сюжету фильм о тех, кто там не попал, да. Нет, но сама проблематика кино, она является аналогией к главной проблеме демократии. И никто так это не чувствует, как это чувствуют теоретики современного искусства. Потому что вот этот суперразрыв, который мы испытываем, да, потому что нам всегда говорили, что никакой литературы быть не должно, никакого образа быть не должно, был запрет на образ, запрет на модернистский, а потом концептуалистский запрет, да. И все хранили этот запрет. А потом в 90-е годы появились проекции, появились телевизоры в выставочных пространствах, все вдруг заговорили, все работы стали транслировать какой-то личный опыт, вернулся образ. И фактически произошло вот это интересного рода переосмысление того, что выставочный зал, да, он не является вот такой статичной формой, а он начинает расплываться, его границы начинают расплываться благодаря присутствию видео и вот moving image, да, вот этого кино и фильмического изображения. И вот есть такой очень важный теоретик видеоэссеизма, Коджа Эшун, и он как раз говорил о том, что вот этот жанр видеоэссеизма – это жанр пария, он говорит, жанр пария, то есть это тот, кого изгнали отовсюду. Здесь он говорит о фильмах, которые изначально были созданы для телевидения, но затем видеоэссеисты не получали финансирования, их как бы изгнали из телевидения, да, не смогли показывать свои работы. И вот видеоэссеисты, они как бы находились в таком непризнанном формате, и они оккупировали залы, выставочные залы художественных галерей, да, и фактически они стали воспринимать выставочный зал как временное убежище для трансляции своих фильмов. И как только выставочный зал проникло вот эти массы видеопродукции, сам выставочный зал и его роль принципиальным образом изменилась, да, то есть это уже не White Cube аристократический, да, а это место, временное убежище для видеопродукции, для фильма, для кино, потому что кино из самого кино все время изгоняется, да, все время существует давление, давление капитала, давление рынка, которое уносит кинопродукцию из основных институций и приносит ее в выставочные залы. И получается, что то, что мы называем contemporary art, да, то, что мы называем современное искусство, на самом деле, находясь в выставочных пространствах, находится на самом деле на руинах этого выставочного пространства. То есть мы находимся всегда, вы должны понимать, что мы находимся в крепости, да, которая является временным убежищем для движущихся картинок, для движущихся образов. И только так мы можем понять статус современного искусства сегодня, где приходит в эти формы танец, да, приходит то, что раньше всегда было связано с неискусством и всегда было больше связано с чистым движением и развлечением. Это проекции, это перформативность такая музыкальная, да. И получается, что вот этот выставочный зал подвергается тому, что я бы назвал модуляцией, да. То есть возникает такая модуляция этого выставочного зала, и мы в него приходим, нам кажется, что это тот же институт искусства, но на самом деле это попытка выразить вот эту немасштабированность демократии и кино, да. И на самом деле, если мы так отнесемся к институту выставки, то мы увидим, что главный вопрос выставки в таком случае оказывается в том, что не оказалось на этой выставке, да. То есть, опять же, вопрос о непредставленности чего-то конкретного, да. Непредставленность чего-то конкретного. То есть, все есть, да, все объекты представлены, но они все время указывают на что-то, что оказалось за рамками, что-то, что не попало, да. И здесь я хочу уже более подробно разобрать сам этот термин массы, как к нему относиться, и из какой теории мы разбираем демократию как радикальную вот эту неадекватность, потому что массы – это и есть нечто, что не попадает в то, что обладает формой. Массы – это то, что не обладает определенной оформленностью в данный исторический момент. И, собственно, вот есть такой философ Сильвен Лазарюс, французский философ Сильвен Лазарюс, который описал эмансипаторную марксистскую политику в трех модусах, да. Он сказал, что существует левая теория, она существует в трех модусах. Эти модусы похожи друг на друга, они наследуют одни и те же понятия, одни и те же концепты, но немножечко их смещают, да, вот создают такой рерутинг. Рерутинг. Ну и первый модус – это, собственно, марксистский модус, который связан с манифестом коммунистической партии, да. Вот в том виде, как появляется, собственно, марксизм. И здесь, собственно, появляется идея о коммунистическом движении, да. И главный агент этого движения – это, собственно, рабочее движение. Значит, второй модус связан с большевистской партией и с Лениным, да. И главным субъектом здесь является, собственно, пролетариат, да. То есть главным агентом этого изменения оказывается пролетариат. И обратите внимание, что и в XIX веке, да, и уже в XX веке у Ленина вот этот вот эмансипаторный класс, он определен, да. То есть это то, что обладает выражением и то, что обладает, по сути дела, формой, усилиями теоретиков и политических мыслителей, да. Собственно, пролетарий отличается от рабочего как раз тем, что он начинает обладать этим, он представляет себя, да. Он становится определенной формой. И третий режим связан с пониманием политики Мао Цзэдуна, да, и Китая, да, коммунистического, где была введена система линии Марс. Вот линия Марс – это основа такой маоистской политики, которая тематизировала массы как то, что не вписывается в европейский субъект и вот в эти европейские представления о формах и идентичностях. Вот, например, уже тогда, да, уже в 50-е годы было понятно, что европейцы представляют как раз массы как китайцев, да, потому что европейцы уже тогда, в середине 20-х века, боялись, что вот эти люди с одинаковыми лицами, да, как они считали, они вот просто стандартизированы, они придут и все изменится, да. Это вот главный страх, который сейчас возникает вот в создании европейских, ну, таких реакционных сил, да, что вот есть такие вот огромное количество людей, да, вот эта масса. Вот, и, собственно, Сильвен Лазарюс говорит о том, что теория масс, теория линии масс говорит о следующем, что никогда не определен вот этот эмансипаторный агент, да, он никогда не обладает чем-то представленным, да, он не может, нельзя сказать, что это рабочий, нельзя сказать, что это пролетарий, а скорее это сама проблема невписанности куда-либо, да, то есть это соответствует, собственно, идее того, что после социалистической революции, да, основной конфликт не разрешается, а он постоянно, собственно, продолжается. То есть Мао Цзэдун в своей идее новой демократии как раз и представил демократию как постоянную проблему невозможности вписывания. То есть ты никогда не можешь раз и навсегда представить всех и сразу. И, получается, существует все время конфликт. И после социалистической революции этот конфликт не снимается, а он продолжает работать, да. И так как он продолжает работать, необходимо следующее. И вот основной лозунг линии масс звучит так, что вы идете в массы, вы суммируете то, что, хотят массы, делаете из этого закон и возвращаете этот закон в массы. После этого возникают люди, которые недовольны этим законом, да, то есть возникают те, кто не были представлены этим законом, и вы снова идете в массы и снова определяете вот эту динамическую непредставленность. Что здесь очень важно? Здесь важно то, что масса – это как раз тот, кто оказался в меньшинстве. тот, кто как бы пролетел мимо формы, да, формы представления. И всегда масса создается самой динамикой представления, да. То есть если мы что-то снимаем, масса – это то, что оказалось за кадром, да, что-то, что не попало. Если мы что-то выставляем, масса – это всегда конкретный кто-то, кто не пришел, да, вот тоже демократия – это кто, если говорить о массе. Это вот были выборы, но кто-то не пришел, да, кто-то оказался не учтен. И основная политическая проблема, вот, скажем, проблема консерватизма заключается в том, что непредставленное возвращается в качестве жуткого, да. То есть здесь вот эта необладающая формой оказывается конвертирована в такое ужасное, да, в духе Лавкрафта. Да, вот. И так мы можем увидеть, как, например, к народным массам относятся как к чему-то угрожающему, да, что вот они придут, они все сломают и так далее, да. Вот такой ксенофобный принцип. Здесь же принципиально важно, что это непредставленное никогда не разрастается до возвышенного. Это всегда конкретное непредставленное. То есть всегда есть конкретное что-то, что оказалось не вписано. И это не что-то такое, значит, материально неоформленное, да. Это просто результат определенной процедуры. И искусство с определенного момента, оно занималось все время аристократической вот этой процедурой, да, вот в 20 веке, процедурой очищения. Теперь же искусство, которого пересадили на вот этот, на этот базис кино и вот этой вот проблемой скейлинг, оно занимается проблемой impurity, да, проблемой нечистоты и классификации вот этой вот гибридности. Почему? Вот как сейчас выглядят работы? Это то, что всегда было отвергнуто. Например, танец и литература, да, они как раз, сейчас это передний край искусства, да, то есть то, что раньше считалось меньше, чем искусство, или больше, чем искусство, как раз сегодня оказывается самим механизмом, который запускает переопределение выставочного зала. И, конечно, это связано с определенной решающей ролью кино и вместе с этим современного искусства в вопросах миграции, да, потому что, как я надеюсь, я показал, выставочный зал становится вот этим временным убежищем, и он формулирует законы, по которым это временное убежище легитимизируется, да, и, соответственно, современное искусство, оно не просто берет как свою тему проблему миграции, но на структурном уровне формально возникает теория, по которой и кино, и искусство обладают чем-то миграционным, антологически, что ли, да. И есть такой теоретик, Т.J. Демос, да, вот у него есть отличная книга, которая называется Migrant Image, Migrant Image, где он анализирует как раз фильмы, но представленные на выставках, да, то есть в контексте современного искусства, фильмы о миграции, и он говорит о том, как это меняет наш взгляд на то, что такое произведение искусства и что такое выставочное пространство. И как вот переводить этот заголовок, Migrant Image, говорят, что это такой миграционный образ, да, но я сейчас перевожу имидж скорее как изображение, да, то есть это изображение мигрант или миграционное изображение. С одной стороны, это изображение, которое оказалось пересажено принципиально, да, в выставочное пространство, где оно не родное, не свое, да. С другой стороны, это вот эта логика видео, которое всегда модулирует само выставочное пространство, да, всегда меняет его границы. И с другой стороны, это сам статус, сам статус этих изображений, да, которые говорят о проблеме демократии, они все так или иначе созданы, и они являются производными вот этой проблемы скейлинга, скейлинга, то есть масштабирования. И чтобы привести пример, я хочу главную, пожалуй, работу вот этого, вот этой системы привести, проанализировать, благо вот перевод Ти-Джи Демоса в журнале «Разногласия» выходил. Это «Сахарские хроники», работа Урсулы Бимон. Урсула Бимон, такая замечательная художница, и она как раз революционизировала язык выставочного пространства. Что собой представляет эта работа, «Сахарские хроники»? Вы заходите в выставочный зал, где стоят несколько телевизоров и проекции. Причем каждый раз работа по-разному собирается. То телевизоры, то проекции, то просто изображение как-то на планшетах установлено. То есть нет изначально данного материального носителя. Это принципиально важно. И там они, вот эти телевизоры, включаются автоматически по фрагментам. Все эти фрагменты вы можете найти на Ютубе, «Сахарские хроники» и «Урсулы Бима». И они там как один фильм идут. Но принципиально важно, что они фрагментированы, и в пространстве, пока вы ходите, там включаются какие-то разные фрагменты. Но главная на самом деле тема «Сахарских хроник» – это пустыня как форма некоторая. Пустыня, которая делает, сама геология и география пустыни скрывает людей, которые занимаются миграцией. То есть она показывает, как ночью теряется видимость, и как изображение исчезает, как песок мешает снимать. И она показывает, как все эти оптические, визуальные ходы на самом деле делают возможным переход людей с одной границы на другую. И она показывает, например, что сама граница в пустыне Сахара, она не является четкой, она все время опоясывающая, она все время движется. И что важно, почему Урсула Биман, почему этот проект «Сахарские хроники» начала 2000-х годов является таким важным? Потому что он всегда является высказываниями о статусе произведения искусства, что выставочный зал является вот этой вот детерриторизированной ситуацией, где форматы могут меняться, где видимость никогда не будет полной, где произведения искусства находятся в таких мерцающих отношениях. И вот эта работа, на мой взгляд, лучше всего исходит не из... Глупо говорить, это работа об искусстве или о внешнем, или она о миграции. То есть глупо наследовать вот это разделение эстетического и политического. Именно эта работа Урсула Биман «Сахарские хроники», она как раз исходит из того, что общим является для эстетики и политики. А вот то есть, и еще раз повторю, вот это проблема масштабирования как такового и проблема конкретности непредставимого, конкретности непредставленного, что представление всегда создает массу, как что-то, что непредставлено. И в данном случае, да, в данном случае вот этой массой становятся совершенно разные люди, да. Там она... Это ряд сюжетов, которые пародируют во многом новостные какие-то фрагменты, да, вот, которые вы по телевизору в новостных циклах видите. И там идет игра с субтитрами, с разными там формами интервью, да, и получается, что, ну, нет какой-то конкретной социальной группы, которую можно описать, которые вот мигрируют из одной точки в другую. Там есть сама вот эта миграция. Вот. И другая, ну, работа 98-го года тоже у Урсулы Бимон, Crossing the Border, она называется, пересекая границу, где эта работа конкретно посвящена границе Мексики и США, и тому, как пересекают вот эту границу. И там тоже выставочное пространство, когда сейчас эту работу показывают, оно, на самом деле, оно является смещенным и трансформированным в отношении, ну, классических методов экспонирования. Таким образом, что выставочное пространство искривляется вместе с вот этой самой проблематикой пересечения границы между Мексикой и США, да. И там есть еще вопрос как раз о телесности, потому что таким важным сюжетом является перевозка наркотических средств, да, в женских телах, да. То есть вот эта вот проблема телесности, которая оказывается самой границей, да, и пересекает эту границу, она как раз становится, вплетается вот в такую ткань, что ли, видеоязыка, да. И, соответственно, как мы можем охарактеризовать вот этот поворот, на самом деле, конца 90-х, 2000-х годов. Я считаю, что здесь как раз, я повторю, мы имеем дело с принципиальным рерутинг, да, пересадкой корней с аристократической базы, да, вот модернистского искусства, которое всегда связано с очищением, да, с очищением и прояснением медиума, в поле, на самом деле, которое было подготовлено кино 20-го века как массовым искусством. Искусством масс, массовым искусством, и искусством, у которого не определен конкретный образ главного агента. То есть это искусство, с одной стороны, для масс, но, с другой стороны, искусство, которое выражает вот эту несоизмеримость, выражает вот этот скейлинг, проблему масштаба, которая лежит в основе эстетического и в основе политического. Как в основе эстетического, так и в основе политического. То есть вот в таком сообщении сегодня я хотел показать, что на самом деле, ну, я надеюсь, вы поняли, что под эстетикой следует понимать не прекрасное, не вот эти категории вкуса, не категории прекрасного и возвышенного, да, а политическую проблему вот этого масштабирования, да, которое построено на разрыве тела, на разрыве тела и языка, и который, этот разрыв, все время пытается искусство воплотить, да. И современное искусство создает это воплощение, обращаясь к кино, на самом деле, антологии, а не к антологии картины или скульптуры, которая изначально для искусства в 20 веке. Вот, спасибо. Сейчас, наверное, вопросы, да, можно? Я задам первый вопрос, а дальше по руке, ладно? У меня два вопроса к тебе. Первый, вот ты практически или целиком проигнорировал категорию понятия идеологии, в контексте политики. И мне кажется, ну и также ты не говорил о нарративе как части кинематографа, но зато ты говорил о массовом, развлекательном и авангардном, и о том, что эти понятия связаны, и в теории кино, это тоже было там отрефлексировано. Есть такое понятие киноаттракционов, которое было введено в отношении раннего кино, но до нарративного, и Том Ганнинг, который написал эту книгу, он также говорит о связи между вот этими техниками, шоковыми более прямого телесного, кстати говоря, воздействия на зрителя, которые присущи раннему кино. То же самое мы можем найти в авангардном кино, в экспериментальном кино. Кино, которое разрушает нарративные какие-то практики стандартные, которые, мне кажется, можно было бы связать с идеологией, потому что это как раз те структуры, которые вводят эти различия между эстетикой и политикой, и, собственно, способы мысли о том, как устроена политическая репрезентация. То есть что это некое статичное как бы такое концепт. Это первый вопрос, а второй, возможно, пока что не связан, связан с делезовским представлением об истории кино и о переходе от образа движения к образу времени, который, если коротко, связан с вот этим вот разрывом, какой-то проблемой между переходом от перцепции к действию, и что аффект, он превосходит возможности к действию. То, что мы наблюдаем в послевоенном кино, и, если ты помнишь, там в конце образа времени есть глава про политическое кино, в котором он описывает третье кино, так называемое, и, да, и Синеману Вуо, в общем, и говорит о кинематографе политическом и отчасти экспериментальном, народ без народа, вот он там говорит, что в первой плане 20 века кинематограф, он часто оперировал вот массовым героем массы, который, как в фильмах, там, из Эйнштейна, например, движется там по улицам, и как бы это герой фильма, или там фильм «Метрополис» Фрица Ванга. Во второй плане 20 века как бы уже невозможно оперировать, нет такого агента как бы массы, да, и поэтому как раз единичность, единичный вот этот агент, который как бы народ без народа, но в нем, благодаря гипнозу, он говорит, что это важный гипноз, там, для политического кинематографа, что это самый важный инструмент, может быть обнаружен как раз какой-то другой народ, который потенциально может включать в себя и других людей. Вот такие два замечания. Да, вот я действительно не использовал слово «идеология», хотя мне этот термин очень близок, да, вот в принципе я всегда использую, но не сегодня. и вот текст Терри Игглтона, о котором я говорил, он, собственно, называется «Эстетическая идеология», два текста там, «Эстетика и идеология» и «Эстетическая идеология». И, но я как раз считаю, что мы точно так же не можем сводить идеологию к нарративной проблематике, да, на самом деле, потому что вот это вот, вот как Альтюсер определял слово «идеология» через понятие воспроизводства, отношение к средствам производства. И вот это воспроизводство, оно в том числе связано с телесным повторением, то есть с каким-то воспроизводством одного и того же тела, которое возникает. В этом смысле я хочу привести пример, который вот меня поразил не так давно. при переводе, мы сейчас переводим Бенджамина Бухла, текст «Коды власти, шифры регрессии», называется этот текст, где он говорит, что почему живопись – это плохо, условно говоря, почему, вот вопрос. Не существует прогрессивной живописи, если идею Бухла прямо понимать. Почему? Потому что если вы начинаете что-то рукой рисовать, то вы воспроизводите некоторую идею о свободном телесном жесте, которая связана с разделением на материю, которая вам подчиняется, и на жест, который, собственно, эту материю изменяет, что и вы становитесь открыто, вы восстанавливаете на самом деле сексистский порядок. То есть Дюшан, который революционизировал, который отказался от живописи, он в том числе и подвесил гендерную проблематику в искусстве. У него была тема андрогинности или тема Росселяви, где он переодевался. И получается, что… Что такое искусство? Искусство – это, на самом деле, некоторая неосознанность того, что через некоторое воспроизведение художественных практик ты, на самом деле, возвращаешь одни и те же социальные отношения. Вот что очень интересно. То есть, если ты делаешь искусство по-старому, на самом деле ты возвращаешь все время социальные отношения, в которых появилось это искусство и появилась возможность этого искусства. Вот что интересно. И, соответственно, если наши тела функционируют одинаковым образом, они сами по себе воспроизводят те условия, в которых они стали таковыми. Вот что важно. То есть, существует вот это двойное влияние. Но если говорить о нарративе, особенно в искусстве 90-х, 2000-х годов, то, на самом деле, его тоже такая именно нарратологическая основа подверглась жесточайшей критике. На самом деле, нарратив не является нарративом, собственно. Он точно так же является продолжением определенной, ну, например, животной аффектированности, животной открытости или какого-то эксперимента, как и какие-то внеязыковые структуры. И поэтому я считаю, что... Поэтому я не являюсь противником нарративизации, например. То есть, я считаю, что нарратив может быть и должен быть переописан как на самом деле часть материального в том числе, то есть, как часть материального мира. Но я не говорил слово идеология, ну, наверное, вследствие того, что... вследствие того, что как раз меня сегодня интересовал вот этот вот момент не воспроизводства, а момент вот этого пересаживания. Как вы поняли, меня очень увлекает вот эта метафора с рерутингом, да, с пересаживанием корней. Когда, смотрите, и что происходит, когда пересаживается? Воспроизводство вроде бы продолжает... Вот, представляете, у вас работает какая-то шестеренка, а потом вы незаметно пересадили эту шестеренку, она продолжает так же работать, но пошел какое-то вот изменение пошло, да. И поэтому идеология... Идеология — это то, что повторяется вот раз за разом. А когда это начинает немножко сбоить, да, вот мне хотелось бы указать на место вот этого смещения, смещения, да, смещения воспроизводства. Поэтому я не использовал слово идеология, потому что, как мне кажется, когда мы говорим об идеологии, мы все время говорим о какой-то повторяемости. Но я хотел указать сегодня не на вот эту повторяемость, а на какое-то странное смещение, которое мы, может быть, даже не замечаем. Согласитесь, мало кто... Ну, я читал мало где, и мало кто говорит, что основа современного искусства на самом деле находится больше в кино, нежели в истории визуального искусства или концептуального искусства. Но на самом деле в этом мой тезис заключается, да, что именно антология кино меняет наше понимание современного искусства. И вот это, конечно, интересно, потому что современное искусство как бы изменило себе идеологию, собственно, да, с художественной идеологии на таку киноидеологию. Вот. И, может быть, поэтому я не использовал, да, вот это слово. Идеология. Что касается второго вопроса, то вот интересно, что... Ну, народ без народа. Я помню эту формулировку, я помню анализ третьего кинематографа, да, третьего кино у Деллеза, и это действительно близко, на мой взгляд, к определению того, что такое масса, да, потому что масса – это не народ, да. Масса – это как раз вот это указание на несводимость, которую, ну, как мне кажется, Деллез пытался выделить, да, у этих режиссеров. И вот эта несводимость, она, вот, скажем, у Сильвена Лазарюса заменяется в 90-е годы с понятием массы на понятие, например, агенты просто, да, то есть просто есть какой-то вот, вот эта индивидуальность, которую еще только предстоит определить, да, или вот, ну, уже набившая оскомину множество, да, вот тоже, но я не пользуюсь множеством, принципиально. Вот и с чем я не согласен в этой формулировке Деллеза, и почему я считаю, что необходима какая-то критика Деллезианства в целом, именно потому что и множество, и вот эти Деллезианские концепции, они построены через принцип, ну, какой-то, то, что называется, дивидуация, да, то есть это на самом деле разные атомизированные какие-то люди, у которых нету, нету, собственно, определенного коллективного, что ли, горизонта, да, они как раз вот сверхиндивидуализированы, да, и на обратной стороне вот этой своей индивидуализации они встречаются вместе, да, то есть это сборище одиночеств таких, да, которые что-то говорят, да, вот термин масса, да, он предполагает то, что Сильвен Лазарюс тоже называет, очень важно, он говорит, что мы должны исходить из первичности тезиса о том, что люди мыслят, и политика является некоторым мышлением, не просто практикой индивидуализации, да, но некоторым коллективным мышлением, и, соответственно, коллективным целеполаганием, и вот это в понятии масса все-таки остается, да, в отличие от вот этой радикальной индивидуализации, да, которая фактически лишена, ну, она обладает коллективностью, но как бы негативно, понимаешь, а вот здесь все-таки сохраняется, и я думаю, что он реально существует, некоторая коллективная непредставленность, которая может служить новым законом формирования, да, то есть и в этом разница, собственно, между, ну, таким анархизмом Деллеза, да, онтологическим, что ли, и, скажем, взглядом, взглядом Алена Бадю, да, вот, например. Вот, и, а еще интересно, что Ален Бадю говорит, что кино массовое, в том числе и потому, что превращает, превращает время в перцепцию, то есть, что происходит в кино? Вот это абстрактное время превращается через просмотр фильма в активное восприятие, то есть время как бы через кино воплощается, да, и становится активностью, действием. И это, если кто-то из вас интересуется теорией современного искусства, вот у Хита Штейрл есть такой текст «Искусство как занятие», и это то, что и современное искусство тоже сейчас пытается сделать, то есть пытается абстрактность времени превратить в перцепцию, превратить в работу, в работу восприятия. То, что у Деллеза в кино описано, это уже не кино, а искусство уже тоже начинает заниматься, потому что искусство находится в фундаментальной зависти к прошлому кино. Я бы так, я бы так вот эти отношения оформил. То есть искусство завидует не тому, как кино сейчас существует, а прошлому, ну, как бы истории, истории кино, где существует это, скажем, например, воплощение времени в перцепте, да. Вот, вот интересный момент. Вопросы? Да, спасибо. Я, честно говоря, не очень понял, вот хотел бы уточнить. Вот смотрите, вот вы говорите видеоэссе, да, последнее, которое скитается, не может найти убежище, ну, которое, по сути, видео выросло из кино, кино там, по сути дела, выросло из театра. А театр называют движущей в свое время живописью. Ну, то есть, вот пересаживание корней, как я понял, да, и смещение, о чем вы говорите, это все понятно, но все это связывало, как бы все это входит в эстетику, ну, как бы, если там Баумгардену, переживания, чувственности и так далее. Но вы говорите, закончились меня таким парадоксальным, что говорите эстетика, но совершенно о другом. Почему бы вам не назвать вот то, о чем вы говорили, не эстетика, а чем-то другим? Какую-то другую терминологию внести, и чтобы тут не было такого... Нет, ну... Диссонанса. Ну, я просто не понял. Нет, а почему? Вот именно важно, что эстетика, это и есть то, о чем я говорил первично, да, вот на этой лекции. То есть это некоторое политическое представление о материальности и телесности. И это действительно так, если мы будем с самого начала текста читать, Баумгардена, да, там вот... Но он не говорил о представлениях, собственно, в нашем, как я понимаю, в современном понимании. Там же все равно сводилось к чугу, что он человек, к индивидуальным переживаниям и так далее, отсюда и понимание прекрасного и так далее, как некое выражение отношения к чему-то. Просто я говорю, что я, может, я не спорю, я просто думаю, может, логичнее это назвать не эстетикой, а чем-то другим и так далее. Но тут это еще политический, знаете, момент политический, заключающийся в том, что, да, можно было... Но если бы так, если так сделать, то есть если заменить вот это слово с эстетикой на другое слово, это значит, что мы отдаем слово эстетика людям, которые полностью поменяли его, понимание на как раз вопрос прекрасного, возвышенного, истории, вкуса и так далее, да. То есть, а не хотелось бы этого делать, хотелось бы сохранить вот это или вернуть это напряжение, да, вслед за рансьером, например, да, слово эстетика, казалось бы, очень обычное слово, да, для всех, вот это вернуть изначальный политический смысл этого слова, который и идеологический смысл этого слова. Вообще, если по-крупному играть, да, вот, Фредерик Джеймисон говорил, вот, он пытался определить культурную революцию, да, что значит культурная революция, он говорит, что на самом деле культурная революция это не только китайский опыт, на самом деле мы все переживали несколько культурных революций, и культурная революция это ситуация, когда вас пытаются перенастроить для нового типа производства, если очень просто, да, то есть идет некоторый на пороге капитализм и должен быть появиться другой человек, чтобы этот капитализм смог нормально функционировать, и приходят философы и говорят, вот, жить нужно вот так, то есть, и Джеймисон говорил, что первая культурная революция капиталистическая это просвещение, вот эпоха просвещения это настоящая культурная революция, которая создает человека удобного для капитализма, который вот зарождается, и Баумгартен, все его прекрасные эмоции, это его попытка, а потом Шиллер, да, трактат об эстетическом воспитании, если вот кто-то из вас читал его, что это такое, это попытка воспитать нового человека удобного для воспроизводства определенных капиталистических отношений, вот, то есть, и когда мы используем эти термины, мы находимся в некоторых ставках, да, исторических, вот что важно понимать, не хотелось бы отказываться от этого, от этих ставок, то есть, мы должны понимать эти ставки, что, например, Баумгартен не просто пытался разобраться в том, что такое искусство, да, он пытался воспитать нового человека, да, и новую телесность этого человека, то есть, практически какая-то киберлитическая задача, да, вот, поэтому я не отказывался, да. по поводу того, что вы сказали, когда человек делает какое-то искусство, он делает так, как делали до этого, он возвращается к тем же социальным нормам, насколько я понял, но вы знаете, ведь искусство, ну, например, живопись в частности, она тоже трансформировалась, да, то есть, был импрессионизм, потом появился кубизм и так далее, и также будут появляться все дальше и дальше новые формы, что вы скажете об этом. И вы знаете, вообще меня учили, что я считаю, что живопись это касается как никакого другого вида искусства в полной мере, то, что наши деяния не имеют смысла, не имеют смысла, если они не опираются на деяния предшественников, и мне кажется, что это в принципе базовое такое положение может быть эволюции не только искусства, а в принципе эволюции, да, вот то, что вы говорите, на мой взгляд, оно во многом, во многом, по крайней мере, для меня связано с нашей биологической природой, вот когда говорят о революции чего-то, там, сознания и так далее, не только в искусстве, в принципе, понимаете, пока мы будем иметь вот те, допустим, в том числе биологические потребности, которые мы имеем, оно не будет принципиально чем-то другим, вот когда мы эволюционируем, например, настолько, что мы откажемся, допустим, от еды, сна, секса, то, возможно, у нас и искусство будет другое, понимаете, когда мы уже будем, я не знаю, там, жить на других планетах и питаться там какой-нибудь чистой энергией, понимаете, как гуманоиды, из фильмов, вот это, мне кажется, здесь, вот это вот... То есть вы сейчас погрузили живопись туда же, куда вот сон, да, то есть, вот это вы хотите сказать, что живопись, это что-то типа, как сон, так же оно биологично или как-то... Нет, 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 я просто говорю, что это, ну, то, что вы сказали, искусство, в принципе, оно во многом продиктовано, скажем, ну, откуда ноги растут, да, на мой взгляд, из наших биологических потребностей, в том числе, понимаете, и наша, допустим, биология рождает... Ну, то есть у нас появилось тело, допустим, был маленький мозг, потом мозг развился, мы стали делать там что-то сложнее, что-то совершеннее и так далее, и так далее, да, и до тех пор, пока мы не оторвемся достаточно от того, что было, скажем, 60 тысяч лет назад, а мы пока не оторвались от этого очень сильно, то принципиально что-то новое, вот говорить о каком-то революции, принципиально, что, допустим, от живописи можно отказаться, как вы сказали, сказал Дюшан, да, или... Да, можно... Нельзя будет отказаться, понимаете, ну, на мой взгляд. И вот по поводу того, что мы возвращаемся к социальным нормам, ну, как я сказал, формы живописи, они тоже меняются, направления в живописи, вот что вы скажете об этом? Это тоже те же социальные нормы, если они поменялись все-таки, может быть, это другое что-то уже? Ну, да, я отвечу вот на первую часть по поводу того, что живопись может быть осознана, как некоторая историческая конвенция, переходящая с поколения в поколение, с какими-то мутациями и изменениями, да. И, в принципе, вот мы в Петербурге и в Москве имеем большое количество живописцев, да, которые работают с живописной формой и работают по-разному с этой формой, да, и я поддерживал некоторых живописцев как критик, да, в качестве критика раньше, но я абсолютно разочаровался в в них, во-первых, да, вот в их художественной ставке. Почему? Потому что они используют, то есть единственное оправдание живописи в современном состоянии, которое я могу, мог для себя найти, да, это то, что будучи привлекательным рыночным объектом, способным быть продаваемым еще до сих пор, да, потому что все остальные формы хуже продаются реально. Живописец может соблазнить собой коллекционеров и потихонечку через эту форму живописи подтягивать другие медиумы, менее привычные в российской конъюнктуре сегодня. Понимаете, о чем я говорю? То есть это как такое поле чего-то якобы привычного, через что можно протаскивать непривычное. То есть если ты, ну, в Москве, по крайней мере, это точно так, вот, зная некоторых живописцев 2000-х годов, вот, например, Ивана Новикова, я не знаю, насколько вы знаете этих художников, или там Логутова, да, вот, из Самары, такого художника, то есть они все используют живопись как определенную модель, через которую можно раскрыть вот это консервативное искусство изначально, да, новым каким-то формам. но я считаю, что это я считаю, что эта проблематика изначально компромиссная, компромиссная, то есть она не может выполнить то, на что она рассчитывает, и в итоге она все время потом сваливается в обыкновенный товарный фетишизм в итоге, то есть товарный фетишизм оказывается сильнее, чем эта ставка. То же самое происходило на мой взгляд соцреализмом. Когда соцреалистическая ситуация, теория была сформирована, считалось, что мы просто будем использовать холст как место, где общее выражение могут найти общие коммунистические идеалы. Но по факту что возникло? По факту вот эта мелкобуржуазная форма холста вернулась внутрь социалистических отношений и в итоге на мой взгляд победила вот эту первоначальную как бы первоначальную ставку. То есть критически я считаю, что сегодня сложно интересным образом использовать живопись. Очень сложно. Потому что это очень нагруженный историей медиум. это практически невозможно. А что касается вот этой истории про биологическое, я вот сейчас читаю книжку Брайана Масуми, очень рекомендую. Хорошая книжка философа Брайана Масуми про животное и политическое, такой долезианский теоретик. Может быть кто-то знает из вас? Никто не читал книжку вот эту новую, перевод новый Брайана Масуми «Что помогает нам животное понять в политике?» книжка вот так называется. И вообще скандальность Масуми теоретика аффекта главного 90-х годов связана с тем, что он возвращается к теории инстинкта, которые социальные конструктивисты давно отринули. А Масуми говорит, что существует некоторое вот как раз биологическое, то есть жизненное, что он называет и существует инстинкт, но это не тот инстинкт, как мы его мыслили, исходя из нашего человеческого. А это некоторая жизнь, которая выходит в виртуальные ситуации самопреодоления. Вот что такое. То есть это совсем не та биология, которая нас принуждает к одному и тому же. Он говорит, что биология это удивительная вещь, где постоянно творятся новые формы, где постоянно возникают вот эти разрывы. То есть мы не должны мыслить биологию настолько монотонно и консервативно. А на самом деле вот эти революции, они выходы в новое, и он анализирует игры животных. То, что животные играют, то, что они создают вот эту плоскость, где возможно новое, говорит о том, что сама жизнь работает через вот это порождение нового. Соответственно, о чем я могу сказать, что когда вы говорите, что пока мы продолжаем наши биологические формы, вы уже здесь идеологию биологии представляете. Это уже некоторый идеологический взгляд на то, что такое биологическое, что это какая-то некоторая детерминированная ситуация, которая повторяется раз из разу. А на самом деле, если вы почитаете того же Масуми, вы можете удивиться, насколько наша собственная биология все время выкидывает сюрпризы постоянные. И что говорит Масуми? Нет ничего более искусственного, чем природа. Если вы будете погружаться в природу дальше, вы не откроете ничего более искусственного. И это, конечно, очень важная мысль, на мой взгляд. Я предлагаю последний вопрос, если есть. Есть? Да, пожалуйста. Я бы хотела, чтобы вы еще раз очень быстро прояснили для меня момент по поводу искусства, ну, кино либо меньше искусства, либо больше. На примере, допустим, патриотического кино, которое сейчас в русском кинематографе очень развитое, именно посвященное фильмам о Великой Отечественной войне и вообще идеологизация и героизация событий, которые, по сути, для истории XX века считаются одними из самых жесточайших, которые, ну, честно могу наблюдать. То есть, мне интересно, то, насколько вот эти вот дурацкие, действительно, фильмы, которые меньше искусства, привлекают настолько большое количество аудитории. Вот. Знаете, да, это сложный очень вопрос, и вряд ли я смогу это сделать, проанализировать, ну, потому что я не смотрел ни одного такого фильма подобного, но здесь, конечно, ну, это серьезный я не могу, не могу я ответить, ну, как-то не могу проанализировать это, это слишком сложно, мне кажется, слишком сложно. Я видел Крым, кстати, я смотрел фильмы Крым, вот, но, но вы хотите сказать, что, я просто не знаю их, эти фильмы, вы хотите сказать, что они развлекательные, да, они сделаны как развлекательные, чрезвычайно развлекательные, они, я бы даже сказала, что у меня сложилось впечатление, когда я просматривала таким прям скопом эти фильмы, что происходит какое-то становление отдельного, ну, жанрового кино в России, то есть, когда это как будто бы борьба с внешним врагом, то есть, вот у нас есть все время какая-то угроза, и даже сеттинг может уже меняться, то есть, как бы не обязательно это будет Великая Отечественная война, это могут быть, например, там, баскетбольный матч, или какие-то еще истории, то есть, там, вот этот фильм «Движение вверх». Я представляю, да, но это, по-моему, голливудская, если я не ошибаюсь, Леша, ты что же можешь сказать, мне кажется, это такая голливудская рамка. Ну, было, да, много таких фильмов во время классического Голливуда, в сталинское время, в общем, это сами модели, заимствуются, но другое дело, что кино снято по-другому, и как бы эффективно оно воздействует, ну, иначе, в чем-то, то есть, нельзя просто полностью сводить это к предыдущим, там, примером, в 50-х годах. Да, да, но, я думаю, на эту тему есть литература, действительно, да, вот по поводу создания, вот такого идеологического, идеологического кино, я думаю, можно найти, но в отношении, здесь интересный, вот в вашем вопросе, интересно затронут такой момент, когда развлечением становится что-то травматическое, да, ведь, я думаю, в этом суть вопроса, что нет ли тут диалектики развлечения очень странной, да, что развлечение может стать только очень травматическое что-то, да, то есть, по-настоящему развлекает только то, что раньше не развлекало, да, и это очень серьезный философский вопрос, который, это мой главный вопрос, на самом деле, даже, я бы сказал, в жизни, и его, конечно, надо задавать, вот о том, что такое, в принципе, развлечение, да, вот насколько оно связано с какой-то травматизацией, вот сейчас мои друзья, художники делают реенактмент Джереми Деллера, битва при Оргриве, этого вот перформанса, который был сделан, как вот эта драка, драка людей с полицейскими, жителей города Оргрива с полицейскими, и Джереми Деллер сделал это, как продажу лимонада на полянке, да, то есть, там люди сходились, вспоминали вот это травматическое событие, а потом был перерыв на лимонад, где люди там пьют, знаете, вот такое как бы, как реконструкция историческая, она построена же на этом, да, вы вспоминаете Вайлу, а в перерыве вы там как бы с детьми играете и так далее, и вот это присутствие в развлечении некоторого забвения травматического, оно, безусловно, не случайно, и я бы, наверное, тут отослал, наверное, скорее к психоанализу или чему-то типа того, да, не совсем это рефлексия, я не думаю, что это связано как-то с рефлексивностью, я думаю, что, я вот просто изучал, когда популярную музыку, становление популярной музыки в 50-е годы, это чисто послевоенная травма, все это, вся музыка, как бы, популярная подростковая музыка 50-х, 60-х, это все проигрывание подростковой травмы, лучше всего вот эту диалектику развлечения, конечно, Joy Division выражал, да, ты слышишь дискотечную музыку про концлагерь, да, который называется «Отряд радости», Joy Division, а «Отряд радости» это отряд в концлагере, да, если вы знаете, это такие отряды, которые создавали ситуацию игры с заключенными, чтобы они почувствовали себя как-то, ну, такие игровые отряды, вот, и в музыке Joy Division отражена вот эта диалектика развлечения и травмы, ну, которая, это действительно глубинный вопрос, но он тоже сложный очень, да. Еще очень интересно, как поколения воспринимают, ну, вот опыт вот этот травматический, я имею в виду, также, допустим, 50-е, 60-е мы берем и вот наша современность, то есть то поколение, которое уже само не лицезрело эти события и даже слышало его уже только с чьих-то уст, то есть, ну, самый первый такой пример, который приходит в голову, это, например, не знаю, фильм «Летят журавли», насколько он отличается от того, что вот сейчас такой патриотический фильм, там, типа «Талинграда» и что-то у нас еще было такое, батальона, не знаю, что-нибудь такое. Насколько он антивоенный, ну, насколько «Летят журавли» антивоенный по сравнению с современными фильмами, потому что, казалось бы, поколение, которое резозрело эти травматические события, они должны наоборот быть, наверное, как-то более ожесточены, а тут, наоборот, полнейший пацифизм и какое-то такое осмысление войны без демонстрации вообще врага. Вот это удивительно. То есть, пули летят ниоткуда, и мы не знаем, кто на самом деле виноват. Это очень сложный вопрос. Очень сложный. Предлагаю на это совершить, если принципиально каких-то важных репрессий не осталось. Можно перенести обсуждения. Да.